День добрый! На связи МКБАТСКИЙ! Сегодня мы продолжаем с вами играть в интересную, прекрасную, замечательную игру под названием Виктория 2. Да, мои дорогие друзья, мы продолжаем, она может уже начинать написывать смс-очки. Продолжаем играть за Юг, за Дикси, за Южан, продолжаем, а точнее начинаем. Начинаем войну с Перу. За регион Постаза, да? 56 очков, вы что, совсем охренели. За вот эти вот джунгли, 56 очков, да вы серьезно? Они начинают себя как Мексика вести, так много очков начинают браться. Но это, наверное, потому что в стране не так, что и много регионов, поэтому каждый регион на счету. Ну ладно, фиг с вами. Фиг вам, фиг с вами, да? Разберемся, в принципе, тут никогда ничего сложного не было. В принципе-то Перу, что хоть тут с ними-то воевать. Главное, чтобы нас сейчас Мексика не флудила, потому что, как вы помните, мои дорогие друзья, девочки и мальчики, мы еще в прошлой части с вами поставили оправдание войны против Мексики. Да, мои дорогие друзья, мы это сделали. Поэтому нас могут замахивать. Вот, кстати говоря, Перу практически, по-моему, не замахивала, если вообще не замахивала, как бы не замахивала вообще даже, вот я имею в виду. Ну да, было дело. А вот США нас просто замахало в прошлой части, вы помните все это. Ну, потихонечку тут все это пособерем, проблем не будет, я думаю. Delicies. Delicies где-то, я понимаю, судя по названию, в Мексике, да? Delicies. Delicies, ну да. Кстати, сколько Dixie? 54% конечно за что-то по национальности. Я смотрю, кстати говоря, южане неплохо так в Мексику вторгаются, мексиканцы потихоньку сливаются. Здесь мексиканцы, ну не большинство. В Сан-Диего. Уеду крутить в Сан-Диего, как пелось в мультике «Соус парк», да? Я сразу заменил, там не очень, так сказать, цензурно. Ну, может быть, даже слово-то само по себе цензурное, а то такое не очень, так сказать, корректное, что ли, публичное. Но не суть. Мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Флот он даже заслужился вывести. Ну, может быть, он не видел, может быть, он не знал. Не, а, кстати, он мог бы и не знать, потому что подсветка у него бы вот этого к региону не шла, у него только этот регион подсвечился. Но не суть. Или у... А, ну это у нас, наверное, из-за... Хотя хрен знает. Ладно, не суть, честно, не об этом. Ну, в принципе-то война сама по себе не сложная. Он нам... С нами даже не воюет. Он нам даже не сопротивляется. Я смотрю, тут с Чили у него заруб дикий. Может быть, с Чили предложить союз, чтобы посмотреть, что там происходит. Потом разорвем. Мне просто интересно глянуть, как там у них на фронте дела обстоят. Ну и армия у вас, конечно. И Чили с такой армией еще побеждает? Ну, может быть, это какие-нибудь там могилизанты, я не знаю. Интересно. Девки пляшут. Где-то у нас кто-то там построился. Тут на островах, но пусть будут. Эти вот острова очень сытненькие, на самом деле, карибы. Посмотрите, сколько тут Дикси понаехало. Дикси земли нравятся. Это хорошо. Что там, кстати, по национальности-то? Ну, потихоньку начинаем ассимилировать. Техас, я имею в виду. Мексика вообще тоже начинает плыть. Это хорошо, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Нет, до сих пор здесь украинцы большинство. Ну, ела-пала. Это какая-то жесть. Не абсолютная хоть. Хоть не абсолютная, вот говорю, хоть не абсолютная. Сюда, конечно, никто здравому не приедет. Кто здравому не туда попрется. Но хотя бы одного Дикси туда затащить, и было бы счастье нам себе. Потому что они начали бы ассимилироваться. Самое сложное сделать во время любой ассимиляции, мои дорогие друзья, это хотя бы одного представителя своей культуры туда затащить. А потом уже люди начинают под него как бы подстраиваться. Да, ну, сами понимаете, тут от нас-то мало как зависит. Очень вкусно. Особенно для Нового Света это очень сложно сделать. Для Европы это, в принципе, легко, потому что люди из Европы либо Новый Свет, либо в Африку могут ехать. Ну, в Африку, конечно, реже. Гораздо реже. Но могут. Важно это учитывать. Так что, мои дорогие друзья, девочки, мальчики, к сожалению, здесь не все так однозначно, как бы эта фраза избитая не звучала. Шестая техия океанская война. Вы там постоянно что-то зарубаетесь? Первыми к Северному полюсу наши отважные следователи первыми установили флаг на Северном полюсе и принесли славу и престиж нашей великой стране, да? Честь и слава нашей науке. 125 престижа, мои дорогие, 125 престижа. На Гавайях, либертарианцы. Вы что, совсем что ли? Ладно, я потом отправлю, я вышлю вам чек по почте потом. Все равно мы перезаписываемся, сохраняемся. Ну, все-таки восстание в двух провинциях, это несерьезно даже. В Гавайях, конечно, плохо, что туда придет всплыть сейчас. С Крэнтона, где у нас? С Крэнтона. На 102 700 нашлось только 3000 ушлепков. Ну, ладно. Сейчас разберемся. Обратно, да? Канада, я смотрю, кстати говоря, улучшает с нами отношения. Это хорошо. С Канадой мы как-нибудь разберемся, главное, чтобы ее в сферу никто из других стран не забирал. Ну, потихоньку потом можем по региончику отбирать, но пока просто нам это не выгодно. Нам выгоднее сейчас иметь Канаду как шестерку, да, нежели чем как какую-то страну такую. Но не суть. Потом забьем. Успеем еще, мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Так, казнить, агрессивность. Афрокоребение мученика. Мученика. Ну, пусть будет сознательность. С Крэнтона. Я смотрю, вы, кстати, побеждаете. Тут неплох так причем. Паская база, Сан-Антонио, Максималка. Нет. А, ЖД что ли? Так. Да и там не жили Винска была. Там была где-то база, я слышал звук. Что мне намахали? Странно. Ладно, не суть. Мексика, каникулы в Мексике. Дорогие друзья, сколько эта Мексика будет нам вставлять палки в колеса? Меня это уже как-то напрягает. Кстати, мы Германию потихоньку догоняем. В тот раз у нас до войны где-то было несколько там этих отрывов, да? Мы ушли на 34 сачков после всего этого отрыва от сведенного королевства. Может, Германию догоним, перегоним? Ну, для этого, по большому счету, надо с ней воевать, по большему счету. Но я не хочу воевать с Германией, как я вам уже говорил. Гвардейцы, давайте, Трухили. О, как раз тут пойдет нам на поддержку. Сейчас они построятся раньше, чем закончится война. Ну, все, последний регион по стазам мы взяли. Ну, сейчас берем. Да Мексика, хватит шалить. Шальная Мексика. Но ничего, девочки, мальчики, тут это, в принципе, картина довольно нормальная. Конечно, не стоит думать, что это что-то такое избитое, обыденное, но каждый раз нас раскрывают. Это я уже даже не считаю серьезным и должен. Ну, сколько можно? Вот вы понимаете, зачем они это делают? Мне кажется, реально он собрался в какой-то мировой конгресс раскрытии, где тайно договорились слать нам уведомления, флудить, типа, особенно все американские страны, да, но света, флудить нам опять. Каждый там месяц отправляйте уведомления, там, что, типа, мы раскрыли, вы раскрыли, мы вас раскрыли. На 90% мы так пожимаем плечами, это чем, да, мы против вас войну не готовим. На них такие ноту, а, да, извините, тогда, типа, ошиблись, да, они вам хотели отправить, да. А вот кто-то угадывает, что мы против них в Мексике, а мы такие, как истинные рыцари, южане, типа, а, ну да, 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 мы против вас войну оправдываем, да, проблема, конечно, да, 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 бесчестие, давайте нам, да. Не, ну, по-моему, это единственное логическое объяснение, потому что нас так часто раскрывают, так часто. Аргентина, а ты мне нужна? Аргентина, мы там потом сам мне как-нибудь позабираем, земли тут, в принципе-то, неплохие. Просто с ними границу надо получить, я так считаю. Успеем. С Бразилией бы, вот я бы зарубился, но она под Соединенным Королевством. Хотя бы у нее взять бы, вот, например, ту же Амазонию, какие земли, посмотрите. По сути дела, земли-то слабенькие, но просто какой кусок большой, я вот про это. Плюс мы получим выходы к Боливии, Боливия, так полагаю, здесь не столичный регион. Или столичный, Ла-Пас. Где у вас столица-то? Нихрена не видно. А, вот, вот здесь у вас столица. Красный свет сливается. Нет? Подождите. А, это в два разных региона. Да, сможем забрать, нормально. Но с Бразилией мы не скоро будем воевать. А если уж и скоро и будем воевать, то опять же, наверное, в войне третьей коалиции. Но в войне третьей коалиции, мои дорогие друзья, мы, скорее всего, такую цель добавлять не будем. Но надо англичан полностью узнать. Отсюда. От седа. Уеду я от седа. На Воронежский петак, да? Я ядрёный, как кабан. Я имею свой баянный. На нём панкрок пистония. Не найти вам, неизъем. Да? Сектор газа. Угу. Колхозный панк. Ну да, прикольная песенка. Кстати, разные версии есть её. Именно по проигрыванию. Пхоп-пал. Ну что, будем со своими этими дружить? Клоунами? Что, ещё что-то? Это оно же? Да отвалите, не будем с каким-то пхопом дружить. Какой лето он нам сдался? Какое-то индийское княжество. А толку-то от него. Так, ну, мои дорогие друзья, могу смело сказать, что мы взяли полностью по стазу. Что там по счёту, кстати? 27. Ну, сейчас будет идти прирост. Уже 62, было 56, теперь 62. Давайте столицу возьмём, чтобы он не выкобенивался. После взятой столицы Мексика. Кстати, сколько там оправдываться против тебя? 78 дней. Это ещё 3,62, 2,5 месяца почти. Чуть побольше, чем 2,5 месяца. Нормально. В Мексике заберём, наконец-то, мои дорогие друзья, Морелли. И у нас будет перемычка полноценная между Центральной и Южной Америкой и Северной, наша основная территория вот так вот. Та-дам! Конечно, не по этой территории, чтобы побыстрее ходить, но хоть такая. Потом сделаем и там, я думаю. Делов-то, как говорится. Это всё лишь вопрос времени, мои дорогие друзья. Главное нам вести нашу страну к процветанию и благополучию. Это может занять некоторое время. Рим строился не за один день, мои дорогие друзья. Не за один день. Я точно говорю, не за один день. Так. В принципе-то у нас партия уже победная. Остальное лишь это вопрос времени. Но нам по игровой механике осталось играть 1901 год. В 1935 году всё закончится, да? Ну, как бы, конец партии. Конечно, можно продлить, и я уже продлевал так не раз. Через код игры, то есть, убирал ограничения, игра продолжалась до 1935 года. В Вермудах, ну, сколько у нас там наших? В Вермудах, как там дела обстоят? Ну, в принципе-то и неплохо тут дело обстоит. 34 дикси. Кречно. Англичане хоть ассимилируются. Фигушки, они ассимилируются. Англичан мне вечно недовольны, что вам не нравится. Хрен знает, что мне не нравится. Но это их проблема, мои дорогие. Это взять девочки и мальчики. У нас вообще республика. Практически все политреформы проведены. Я их не понимаю. Вы их понимаете? Я их не понимаю. Кстати, что там на Гавайях? А, это долго будет. Хоть строительство не стоит. Нет, строительство не идёт. Мексика! Я тебя накажу за это. Очень сильно и больно. Готовь. Нет, 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 нет. Не буду этого говорить. Не буду. Хотя можно, в принципе, сказать. Тут ничего такого нет. Как говорят, каждый подумает мир о своей распущенности. Но не суть. Не суть, мои дорогие друзья. Не обессудь. В принципе, это партия победная тут. Что мне тут ещё сказать? Меньше слов, больше дел, как говорится. Да, что там, газетка. Сейчас. Да, спасибо, мои дорогие друзья. И в главном спасибо, мои дорогие друзья. Я знаю, что вы пожелали мне что-нибудь хорошенького. Конечно, все это с обещаниями не работает. Но главное здесь посыл. Что в Черногории революции, мне просто не интересно, кто. Абсолютно монархия. Ну, нормальная тема, так сказать. Не так-то. Не, я вот до сих пор угораю, как Австрия. Вот в таком состоянии обиженном. Существует вот такая вот хрень. Непонятно. Что это вообще такое? Тем более, тут это всё национальная территория других стран. Почему они не воют? Им нравится такое положение жить. Тут я смотрю, вроде Чехии чуть-чуть. Чуть-чуть, но так трохи. О, в России в Астане наклюваются. Что это у вас там? Что происходит в Европе? Бельгия за подчинение Турции против Германии. Я на лей, да, вышел наркоманы. Бельгия за подчинение Турции против Германии. Бельгия, наркоман. Честное слово. Но это их проблема. Неплохие армии. Выходить между этими землями можете, нет? Нет, а было круто. Так. Ну что, столицу берём. Столицу берём. Ой, мне не нравится это. Они на нас запрямо идут, да? Ну, кто кого. Мы что, победили там? Нет. Чили. А что, тебе армию уничтожили? А, ну да. Чилийская реакция. Правильно. Выбирал, развязали войну. Ну, честно говоря, что-то у меня плохое предчувствие. Когда хоть ты придёшь? Что-то тебя ждать-то можно. Чуть-чуть хватил до захвата. Обидно. Мексика, 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 Мексика. И улетает он в дальний вазон. Хочется в лучшие. Так что, давайте сосредотачиваться. Не, ну а сколько можно воевать, мои дорогие друзья? Оправдывать я имею в виду. Воевать-то мы воюем непрекрасно, по сути-то дело. Да. Может, подмогу пока послать? Ну, и ещё непонятно, кто выиграет здесь. А, ангелия проходит у нас просят. Ага, побежали. Бельгия была другом Англии. Чё это вот такая... А, ну мы тут победим, скорее всего. Ну и скорее всего, но шанс высокий. Посмотрите, какие потери он несёт. Ну и всё, да, в принципе, победу тут. Прощай, перуанская армия. Ну, конечно, 6-8 очков принёс нам сам. Вот же шклон. Сейчас возьмём столицу. Флот потопим, мы за ним пойдём. Добьём. У Перу не должно быть армии. Перу надо дербанить здесь в игре. О, отлично, мексиканцы что-то там замышляют гнусное против нас. Габон, Еврогабон. Так, ну что? Отлично. Куда отступаем? ИК. Ну, погнали. Хрен с вами. 0-1, пусть будет. Флот потопили, отлично. Так, сейчас разберёмся тут. Быстренько. Против кого дальше оправдывать? Ну, в США у нас недавно была война, вот только что. Мексика сейчас будем воевать. Перу мы и так щемим. Страна тоже приграничных, по сути дела, не осталась. Соединёнка, кажется, перемирие у нас явно. Бразилия. Тоже перемирие. В Чили. Или в Аргентину. Ругуай можно захватить. Ругуай рабство отменил, это предательство. Можешь наказать Ругуай за это. Как раз тут против Аргентины плацдарм появится. Ну да, задумочка-то интересненькая. Тем более, что там это армит у него нет. Мы приплывём. Кто у вас, титульники, аргентинцы? Ну, давайте ликвидируем Ругуай. Это будет просто как отнять у ребёнка конфетку. Ну давай, армия, убивайся. Ну, перуанцы, ну ещё. Разбили, ну не на смерть. Куда отступаем, Рекипа? Ну что, я думаю, вы осознали всю тщетность ваших попыток. Будем мир подписывать? Будем. Там разберёте. Так, войска, войска, куда сюда? Нам надо сейчас на Гавайи сплавать. Та-та-ра-та-ра-та-ра-там-тадам-тадам-тадам-тадам-тадам. Ну. Та-дам. Да, представление региона Постаза, конечно, мы распространим рабство на штат. Ну согласитесь, мои дорогие друзья, вы очень такой жирненький кусочком здесь контролируем, да? Красиво даже выглядит, глаз радует, да? Тем более, сейчас у нас будет война с Мексикой, и мы свяжем эти земли, наконец-то. Так, Постаза мы получили, ну конечно, крепости, железные дороги, где только можно. Один день отмотать. Но давайте посмотрим, что мы за регион получили. Не такой уж сытенький он на самом-то деле, но всё же, всё же. Постаза, население 51 870. Да, конкретно мы получили Пука-Урка, 7190 дерево, Юнкос, 61060 шерсть, Икитос, 31030 дерево, и Юримагуас, 770 дерево. Ну, деревянный регион, скажем так. Так, да, и овечки чуть-чуть. Дерево, древо овечки, скажем так. Поиграемся. Так, что там у нас? Что я вообще хотел, глянь, дерево. Ну, дерево неплохо так контролируем. Практически, ну, по сути дела, монополия. Ну, монополия, потому что другие страны-то не производят, там, 12-1% в этом плане. Они там очень мало производятся, но производят дерево. Хотя, страны-то разные бывают, но не суть. Так, война с Мексикой, да? Ну что, Мексика, пора Морелли вздавать. Очень сытенький регион, на самом деле. От региона Морелли. Ну, это очень простая война будет, на самом деле. Армию ему расхреначим, земли захватим. Это какой-то транспортник. Мы все это время могли туда сплавать. Ладно, хрен с вами. Уругвай, кстати, сколько у тебя населения-то? 102 тысячи. Ну, как? Против Аргентина хороший плацдарм. Мы получим против этого региона. Потом мы сможем получить оправдание войны. В принципе, это региончик-то неплохой. Потом сюда мы потом с вами сможем воевать. А подождите, а мы сразу же против этого можем? Что мы это? Смотрите, получаем оправдание войны против региона Крентес. Да? Крентес. Забираем его у Аргентины. Потом идем в Парагвай. Забираем, ликвидируем Парагвай. Захватываем. Тем более, там рабы есть. Заберем рабов, да? Потом мы идем на Боливию. Марш на Боливию, да? И потом постепенно вот так вот можно попытаться связать себе земли, кстати говоря, да? Перу тоже потихоньку будем теснить. С Бразилии что-то надо делать. Ну, Бразилии, я говорю, вот эти два региона у них забрать. Потому что они самые большие и перемычку делают. Но, блин, мои дорогие друзья. Проблема в том, что, говорю уже, Бразилия находится под Соединенным Королевством. Оно всегда за них воюет. Это плохо, на самом деле. Так что... Это всего лишь вопрос времени, мои дорогие друзья. Вопрос времени, ни больше, ни меньше. Да, разбили вашу армию. Куда отступаем? Там Пико. Аноки. Усальбан ЛС. Угу. Так, все, собрались. Ну, что, поплыли на Гавайи. Отдохнем на островах, позагораем, да? Так, ну, в принципе, тут ничего сложного-то и быть не должно. Мексика уже все. Последний огонь в Мексике предсмертный. Но это, я говорю, ее не спасет. Вы видите сами. Лимон. Я помню эту провинцию. Ну, конечно, нормально. 33. Одна треть Дикси. Мы все хотим быть Диксием. Хорей, Хорей, мы все хотим быть Диксием. Хм-хм. Песенка. Но не суть. Мои дорогие друзья, не суть. Не обессудь. В принципе, это неплохо. Так воюем уже. Кто? Ли, вы что, убили Ли? Мы перезаписывались или что? Я не понял. Эдвард Ли. Ну, не хочу я, чтобы Эдвард Ли умирал. Он наш символ, понимаете? Мы его даже редко в воинах-то используем. Так что от этого мы никакого... Так сказать, выхлопа не получаем. Главное, что он живет. Понимаете, мои дорогие друзья? Это символ. А, нельзя. А, мы даже 31 декабря сохранились-то. Ну, конечно, мы перезагрузимся один день. Вы чего? Толку-то. Больше времени на саму загрузку, перезагрузку потребовалось. Так. Все, перезаписали. Нормальное сохранение. Люди в реакцию уходят. Кстати говоря, больше всех коммунистов в реакцию ушло. Нормальное расслоение. Так, под топик аллюлей дали. Куда отступаем? Сентрой из потоси. Ну, давайте добьем от. Ликвидируем. Голосальбану взяли. Морелли теперь непосредственно саму. Блин, ну это ж очень сытненькие земли. Хотя, смысл, не, не, пусть стоят. Все-таки транспортник. Вы чего, серьезно? Вы чего? Вы чего? Нефть! Тринидад на островах нашли нефть. Хорошо. Что это за? Что-то вот какие-то дикие. Ладно, давайте преследовать вас не будем. Пойдем на вашу столицу. Объединенным маршем. Да хватит вам Эдварда Лея. Не, ну серьезно, понимаете? Это человек-символ, это целая эпоха. Это тот самый человек, который бил вороватых Янки в войне с севера и юга. Но у нас здесь в игре было много войн с севера и юга. Очень много войн было. Но он именно бил в той единственной. В той самой, когда мы обрели свою независимость. Вырвались из сцепких лап союза, да? Под тампика вас разбили. Давайте не будем мучиться. Туда, туда. Ой, серьезная столичная охрана. Ну за столицу просто много очков дает обычно. Вот ему охоту так самоубийство совершает нас. Но его проблемы. Нам-то на руку и освобождаем эти земли. Да ладно, серьезно. Тут у нас все спокойно. Тут вроде более-менее. Тут немножко воют. Тут стандартная система уже. Давайте побыстренькому пройдемся. Так, так. Так. Ох, ела-пала. Там во время войны сама подавим. В Восточку, наверное, под самих вот подвинулись поближе. Так, что у нас в Африке? В Африке, на удивление, коммунисты тут не бузят. Обычно коммунисты, именно в Африке, я уже объяснял, потому что условия жизни плохие тут в игре у них. Ну как, земли сытенькие, но не титульные. Титульные, не знаю, все, не знаю. Коммунистам, люди неплохо тут обращаются. Як на ветреной побережье ноль крепости. Я ждавал приказ. Крепбаза даже нет. Ну а везде, а везде строятся. Неужели пропустили региончик? Может быть. Ну ладно, не суть. Не обессудь. Такс. А, ну вот как раз сможем... Еще такие навы. В Мексике еще армия хорошая. Ну потому что у них три самых сызненьких провинции по населению остались, да, густонаселенные. Поэтому они так и бузят. Постарайтесь, займите на немножко. Да блин, это ж мексиканцы, вы че? Соединенное Королевство лопит, мексиканцев разбить не могут. Ну ела, по-моему. Молден. Разобрались. Ну какими силами. Ладно, фиг с ними, пойдем бить повстанцев. На Гавайях разобрались. Такс, все. Сюда. Теперь куда-нибудь сюда плывем. Что там по счету, кстати? 20 очков только. Греция восстанавливает контроль над Ионической Республикой. Да забирайте мне. Ионическая Республика, форма управления, абсолютная монархия. Нормально, да? Но Республика ж... Респаблик, да? За низкую народную Республику, да? Ладно, шутка, шутка. Ну что? Захватываем. Захватываем. Ну в принципе уже неплохо. Два региона из пяти контролируем. Сейчас вам лидадим. Так, там разберутся, я думаю, тут тоже разберутся. Что там по счету, кстати? 30 процентов. Но зато у нас будет перемычка... А, нет, какой? 5, 6. 2,6 рьона контролируем. Очень сытные земли, очень. Не стоит их и недооценивать. Я же не вижу, что там это... Ну как вы так воюете? Это же какие-то мексиканцы. El Encanto. Я так понимаю, это тоже что-то мексиканское. El Encanto. Нет. А, вот этот, всё. Ну тоже неплохо. Хоть там ни одного-то диксии нет. Хотя, смотрю, народу понаехало. Федеративная Великая Колумбия. Вот как нас теперь называют. Называют тот регион у нас, да? Мои дорогие друзья, девочки и мальчики. Ну, я думаю, разберутся там. Давайте сюда. Такс, отлично. Культурные нужные сети мы исследовали. Теперь давайте... Вот эту технологию откроем, чтобы отстроить мощный флот. Нам же флот надо обновлять, благо есть такая возможность. Да вы их разобьёте. Вы должны их разобьёте. Нобелевское время по физике. Одному из наших удающихся учёных подвижил Нобелевское время физики за этот год. Это большая честь для физической науки нашей страны. Ну да, мы, Дикси, мы всегда получали Нобелевские премии мира. Это прикал, это, конечно. Но, суть в том, что Дикси уже, видите, настолько продвинутые союзованные люди, что получают открытие, получают Нобелевские премии. Что-то тут они разбушевались, мексиканцы, не хотят проигрывать. Да и Мексика, всё, уйди на свалку истории, ты уже всё. Всяли столицу, освободили, вот на хрена эти они это сделали. Ну, на толку. Так, стой, а, стоп, 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 куда отступаем? Акапулька. Солнечная Акапулька. Хотя нет, 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 у меня есть план получше сейчас. Так, надо с вот этими вот разобраться, наркоманами. Едином фронтом по ним ударить. Уругвай, Уругвай, Тринидад, а что тут, раз нефть не нашли там? Ну, давайте, переиграем, конечно же, переиграем. Столько бещей, сколько там аппарат против Уругвая? 163 дня, ёлла-палла, выход в отставку. Официальный повод довольно хороший, эти гады отменили рабство, не посовещавшись с нами. Это неправильно было. Да не суть. Их проблемы. Ну ничего, разберёмся. Что-то повстанцы у них больше не бузят. Земли захватили и всё. Ну ладно, это их проблемы, а не наш. Разбили. Уругвай. 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 Уругвай что-то выёживается. Ничего, ничего, мы справимся, мои дорогие друзья. Ведь на дворе аж целый 1902 год. Да, мои дорогие друзья, уже такое время у нас. До конца игры осталось до конца партии 33 года. Ни много, ни мало Но проблема в том, что Как бы вам сказать, мои дорогие друзья Будем ли мы продолжать партию после 35-го года или не будем 36-го уже там по сути дела Не знаю Решать вам Я бы с удовольствием, но можно за другие стороны Поиграть, можно точку поставить Если кому-то будет интересно, потом вернуться Я думаю, это тоже будет справедливо Посмотрим, мои дорогие друзья, девочки Мальчики Все, с восстаниями Да елопал, вы прикалываетесь? Там же одна единица Вот и мексиканцы Едино фронтом на них Просто расхреначить им армию Первый у нас просят проход войска Ага, побежали Давайте с армией сейчас поразберемся с их А то они что-то охренели Все, одну ликвидировали Сейчас вторую надо ликвидировать Лично, я думаю, ликвидируем Ну, должны, по крайней мере Да откуда вы такие хоть потери-то несете? Что с вами не так? Это же всего лишь какие-то мексиканцы Шесть О, автомобили можем строить Автомобили Даймлера Бенса, да? Ну и суть Такс, ну что? Мы же не на Диармии нападем А хотя пофиг, какая разница Вы видите, сколько нас? Это мексиканцы! Я еще раз повторяю Эсмеральдос Просто отщелкнем Потому что это наглость Да вы охренели! Вы наркоманы! Уругвай, спасибо! Я хотел перезагружаться Теперь у меня легальный паук есть Как так можно воевать? Вы видели, сколько вас? Вы видели, сколько их? Вы, Дикси, гордый народ Который победил Стольких войн Даже самим англичанам лилей давали Французов били! Вспомните, когда мы С армией там 75 тысяч разбивали Трехсоттысячные войска французские А тут там каких-то мексиканцев Получали лилей Ну ела пала Люди, что с вами не так? Вы больны? Или вы пьяны? Вы пьяны, наверное Вы напились? Когда успели? Сейчас вот вас разобьем Да ладно, забирайте Сейчас-то вы их разобьете, конечно И то не полностью Отлично Вот видите, теперь победили Потому что кубик не так выпадает Это идиотизм с этим кубиком уже Я, конечно, не против рандома В некоторых вопросах Но, блин, когда все чисто на рандом завязано Ты хоть армию выставляешь Само охрененно Но все равно прыгать Может, потому что Теория вероятности Может быть и такое Теория вероятности В принципе, почти что угодно Может быть Ну, кроме Крайне логичных ситуаций Хотя И такое порой бывает Как вы сами можете заметить Мои дорогие друзья Девочки, мальчики Откуда у нас такая агрессивность-то? Нет, конечно Так, все разобрались Блин, сколько у вас войск? Ну, я смотрю, армию Мы им похоронили По сути дела Скрушите Сабунтаре Сириализм 25 Нормально Все технологии по престижу открываем Это нам неплохо поможет Догнать и перегнать Германия Мы должны стать первыми, мои дорогие друзья По итогам партии Я постараюсь это сделать Я это не обещаю Я это не утверждаю Но я это не исключаю Макамские острова Я знаю, где это находится Даже смотреть не буду Хотя, интересно Посмотреть, как там По этнической политике Разбили А! Куда отступаем-то? От четвертого Догоним Где-то базу построили Я слышал В Монровии А, ну как раз Пятый уровень база Максималка Такс Ну да, время от времени Надо мониторить Небельная фабрика ШДшечки Россия С кем воюем? И за что? В Турцию коммунисты Класть пришли? Мои дорогие друзья В Турции коммунист победил Нормально Турецкая коммунистическая республика Ой-ой-ой Мне это не нравится Франция В Шегион заберет Назад себе А ведь что? Она, наверное, за это и воюет Ну да Шампань Плюс им это еще мало Они хотят бельгийский Сенегал Вот этот вот кусочек Ну да хоть объединиться Ваш единый французский А, ну это мне на руку Потому что одну войну Заберут сразу за два кусочка Французский Все, ну как? Ну конечно, они не дееспособны здесь Так, с кем вы воюете? С Турцией А за что воюем И кто вам объявил войну Последний юно-карс Ну слушайте, это ваше внутреннее дело Мы в европейские дела не лезем У нас тут своих дел хватает Разбирайтесь Если что Мы с вами Морально Но не физически База с Вокопмунда Максималка Кстати, теперь мы не достаем Блин, вот это вот единственный кусочек На карте мира Который не колонизирован до сих пор В принципе, это от него толком мало Но хорошую базу здесь Перевалочную тоже неплохо иметь Я считаю Что там с фифиопией не цивилизованным Ну и оставайся с нецивилами Нет, на руку Ну да, мои дорогие друзья, девочки и мальчики Довольно неплохо Что, не насмерть? Сколько у вас можно пинать? Повезло, еда бывает Что там по населению По идеологии меня интересует Это вопрос В Британию Дикси наехали 150 рабов уже там Евреев полно А вот Дикси Дикси А Дикси тут есть Мои дорогие друзья Тут аж целых Ну Больше тысячи Дикси Ремесленники Но проблема в том, что под них-то мало кто ассимилируется Ну в каком регионе? Ван Ну допустим Ван откроем Ну французы явно не будут ассимилироваться Могрифс не хотят Ну французы не Нет, ассимилируются люди некоторые Ну правильно, ассимилируйтесь Это нам только на руку будет Выборы, выборы, кандидаты Кандидаты Хорошо Ну что, переизберем нашу партию? Так, отлично Свои с камерой разобрались Давайте хоть как-то с разделим Мексика, ты все Признай поражение Уйди на свалку истории У вас президентская ректатура В курсе Игническую скульпту Греция тяпала Ну и фиг с ней Нет, знаете Это как-то сейчас До звезды Джаз Джаз На юге Южный Джаз 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 Нормально А, ну он как раз Его родины стол Город Новый Орлян Город на юге США Нормально Ну это ж африканская музыка Среди наших рабов Зародился джаз Прикольно Мои дорогие друзья Да, в руках мы взяли Но оправдали Так, что там по времени Это, кстати, неинтересно Ну где-то еще минут 20 У нас в запасе С вами есть, мои дорогие друзья Плюс-минус Так, ну давайте тогда Поставим оправдание войны Против Аргентины Тоже с Перу воюете Тем более вы нас не любите Мы с вами не вроде как Не воевали никогда Но вы нас не любите Почему-то Ну ладно Захват региона ставим Хм, прикольно Захват региона Оправдать больше Чем захват государства Ладно, не суть Такс У нас 22 миллиона населения Вы представляете? Мощные людские ресурсы Так, мы помним, да Сейчас потом быстро Просто на корабль Садимся и уплываем Ну я смотрю У вас уже повстанцы полезли Рекционеры Абсолютно монархию захотели Ну давайте Хорошо, мы помним Что-то сделать Базу построили Где-то на Бермудах Максималка Ну да Тоже неплохо Такс Крепость Ну-ка, стой Крепость Сан-Антонио Максималка, что ли? Ну да Но так не помешает Нажать лишний раз Помогли Давайте улучшим Хотя там уже толку нет Далеко Вахом и сети Китоз Сан-Люси Да, вот тут надо улучшать Калии Так Крепость Барбадас Ну мы там поставили уже Так, оправдание мы тоже поставили Дай даже сохранить А то мало ли что сейчас Покажется там Аргентинским разведчикам Довольно неплохо, я считаю Мы пока работаем Даже в Европу Крепость вернули В предыдущих часах Как видите Да С карманзом Балтимора Максималка, да Максималка Крепость Лейк Чарлз Давайте улучшим тоже Лоредо, это где у нас В Техасе Настроили Ричмонд Столица Ричмонд Всего лишь 136 тысяч населения Но не суть Ну и сейчас я имею в виду Не верю, естественно Так, взяли Туда теперь Где-то крепость мы построили Боулинг Грин Кентокия Морская база, слышите Это вроде была Лонг Гайланд Конечно Где-то, наверное, максималка Я смотрю, крепости везде достраиваются Потом нам надо будет В очередной раз прощелся Но это уж потом будет Отлично Ну что, Франция уж по привычке говорю Вы в курсе, что счет превысили военный? Надо бы на Францию Пойти войну Потому что я смотрю, что-то Франция озверела тут Так, а что я хотела А, Мексико, мир, да Не примут Счет 18 всего лишь Охренеть Это будет долго Война Крепость Атланта Меня интересуют морские базы На Гавайях Ну да На Гавайях хоть один Дикси приехал Да Только что-то никто особо-то Янки не будут здесь ассимилироваться Потому что они признаны культуры Когда вы хоть успели Это для Гавайев-то признан культуры стать Нет, против Потому что милитаризму Это более слабая версия шовинизма Ладно, строите где хотите Нам сейчас не до этого Мы так массовые строительства уже развернули Потом еще одну массу развернем Как-нибудь Ну Ну Теперь реакция поднимает восстание Реакционерам То же вам-то что Не это Не спится Там разберемся Надеюсь не наши титульники То они могут Наши титульники Наркоманы долбанные Зачем они это делают Я не понимаю Так Тут тоже наши титульники Или мексиканцы Например Вы что, наркоманы? Ну зачем вы сами себя режете Клоуну, блин У нас и так реакция Я сам всегда поддерживал Тут реакцию Не, блин, надо восстать Нахрена Непонятно Нахрена Давайте столицу возьмем Хотя раз, два, три Пятьдесят А, ну это Столицу надо взять Мои дорогие друзья Девочки и мальчики В принципе-то мы не плохо Тут держимся Так До какого у нас там Сургуваем КБшка Седьмого сентября Время дофига еще Так Просто захлудили Столько все понастроили Масса наша Подстроительство Пошло Забрались Куда Зачем вы сами себя режете Наркоманы Потому что плохо живет Что-то не поймут Леон Леон это где-то здесь Наверное, да? Нет, скорее Хотя Вижу Леон Да Ну Двадцать процентов Одна пятая Дикси Чего бы и нет Пять сохраняйся Пока мы идем Неплохо Верно Идем Своей победоносной цели Мои дорогие друзья Девочки и мальчики В принципе Сперу разобрались С Мексикой Вот сейчас Разбираемся Довольно Неплохо Разбираемся Ну да Теперь маршем По землю У них даже армии нет Ноль очков Счета военного Мексика У вас повстанцы Мы вас Мочим Вы серьезный мир Не хотите подписывать Польша Ну Австрию начинают Чемить Про что я и говорил Собственно Мир подписывать Наркомана Наркомана Порты Семь и девять Это конец месяца Молодцы Но мы только Сохранились Недавно Так что Вовремя сохранились Кстати Не стали дождаться Конца месяца Ну я смотрю Что-то Соединенное королевство На ноги наступает По счету Ну они догонят Конечно Тристочку Фразис Но что-то Сокращает отрыв Нет Не нравится Канада Уже с нами Дружеская На армии Это у них Ничего Можно использовать Как союзников Туда А вас тут Угу Ну А Типа Пробил Да Ладно Не забывать Так Ну наверное Земли Даже не вижу Смысла Освобождать Хотя Можно подождать Тупо Просто Тупо Подождать Пока мы Обедим Рано или поздно Мы уже победили По сути За дело Франция Проход Войск Брось Ну Это наглость Ну Морализм Такие вопросы Так Мексика Не выеживайся Ты проиграла Уже Перу и Чили Еще выясняют Отношения Это весело Мои дорогие друзья Нет Они просто Не работают Они просто Там стоят И не работают Офига Ну это жесть какая-то Аааа Люди из реакции ушли Чуть-чуть Либерал-анархисты Либералы Это плохо Отлично Мы открыли технологию Которая позволяет настроить До дредноута Точнее даже не до дредноута А просто дредноута Но проблема в том Что к сожалению Надо еще открыть Совершить открытие Подожди А 9% Нормально Так что просто Пождем Так Проволку Ну вот это Стопудово Нам надо Ну давайте Наверное Сейчас армию Улучшим Хотя Армию Еще успеем Давайте Выработку Электроэнергии Уже Есть электричество А рабы Еще существуют Весело Не ну в реальности Рабы существовали До 1980 Скажись Первого Или 84 Года Когда в Мавритании Рабство отменили Это последняя страна Которая официально Отменила рабство Мавритания В 1881 Кажись Или 84 Могу уточнить Вам сказать Мне интересно Самому Так Давайте сейчас Войну с Мексикой Закончим Потом Паузу сделаю Зайду Посмотрим Самому Просто интересно Лучше уточнять Информацию Вот даже Смотрите Мои дорогие Друзья Вот когда Вы какую-то Информацию Интересную Вспомнили Ну и неуверенно Там Так или так Было Лучше Сразу Обновить Информацию Потому что Вы перезапишите Нейронные Связи Синовцы Укрепите А так У вас Закрепится Статус Неуверенности И вы Точное Значение Можете Забыть Вовремя Я Отключу Пропаду Меня Не терять Да Мои дорогие Друзья Здесь Все Правильно Говорю Так Тильда Включайся Вот Видите Ничего Не вводил Все Правильно В 1981 По Провору Подумал Почему В 1984 Сказал В 1981 В конце концов Ваш проект Писал Но Не суть В 1981 В Мавритании Представляете Мои дорогие Друзья Еще Совсем Недавно Там Было Рабство Официально Разрешено Как бы Оно Сейчас И так Там Довольно Сильно Распространено Одна Из стран Где Рабство Довольно Сильно Еще раз Подчеркиваю Распространено Но Тем не менее Официально Оно Отпоединено Где-то Государство Пытается Полностью Бороться Но Очень Сложно Потому Что Там Очень Влиятельные Кланы За всем Этим Следят Бизнес Все Сами Понимаете Довольно Неплохой Как Иначе Так Ну Все Нам Осталось Взять Последнюю Провинцию А Уже Примут Да Та 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 Да Дамы Распространяем Рамство Загласись Как теперь Красиво Выглядит Наша С вами Страна От Седа До Седа Тут Если По Этим Территориям Брать К Ш А Даже Вот так Написано Прямо По морю Просто К На Севере Ш На Карибах На Центральной Америки А На Южной Америки Загласись Друзья Довольно Неплохо И Показательное Считаю Мексику Вот Такая вот Осталась Скукоженная Население Миллион Сорок Четыре Кстати Говоря Давайте Посмотрим Что за Регион А Фабрики Открыть Непонятно Дело Благов Еще Хоть Есть Такая Возможность Так Мои Дорогие Друзья Мы Получили Очень Сытный Аппетитный Регион Морелия Население 385 340 Да Мои Дорогие Друзья Прекрасный Регион Давайте Посмотрим Что мы Получили Так Сразу Везде Крепости Морские Базы ЖД Мы Получили Лос Альбанилис 401110 Зернышко Морелия 100580 Шерсть Много Шерсти Хочу Шекнуть Дальше Толука 83608 Зернышко Чильпансинго 34860 Крупный Рогат Скот Солнечного Акапулька Получили 77540 И тут Население У нас Драгметалла Производится Да Мои дорогие Друзья Это Прекрасно Также Мы Получили Кальятаро 48550 Зернышко Ну Довольно Неплохие Земли Осталось У Мексики Всего Два Региона Сокотекас Тоже Очень Сытный Регион Даже Более Сытный По Населению Видите Да Мы Его Заберем Ну Понятное Дело Останется Столичный Регион Мехико Сити Так Что Довольно Неплохо Перемычку Мы получили Так З Мои дорогие Друзья Мы там Оправдали войну Как вы помните Против кого Правильно Против Ургуая Да Так Сейчас Флот Какая Армия Туда Пойдет Из вас Так Вас Давайте Пока Выведем Так Вот Да Так У нас тут Армия Есть Ну Пусть Где-нибудь Здесь Вот Она И Остается На нейтральных Так сказать Позициях Вот Сюда А у нас Восстание Надеюсь Революция В Мексике Произойдет И мы снова Заберем Регион У них Очередной Это будет Круто Да Так Сейчас Прибудут Время у нас Еще есть Парагуай Мишень Ой Фу-то Парагуай Мишень Довольно Слабенькая Так что Думаю Мы справимся С этим Довольно Быстро Ладно Туда Приплыть Плюс У нас Сейчас Будет Война Скоро Через 147 Дней Но Это довольно Неплохо 5 месяцев Где-то Да С Аргентиной За регион Соответственно Вот этот Вот Кориэнтос Потом Мы С Парагуаем Парагуай Ликвидируем Потом На Боливию Пойдем Маршем Ну да Трансвальт Союз Предлагает А вы Разрывали С нами Германия Не разрывала Германия Разорвала Нахрена Вы это Все Делать Наркоманы Упоротые Упороши Япония Япония Тоже Что Хочется С нами Союз Разрывает Это Такой Мем Что Разрыв Союз С конфедератами Что За Прикол Что А Перемирие Я уже подумал Что у них Союз С Этими С Англичанами С Англией Что-то Надо Делать Потихоньку но там у них остается только один на регион от этого центральные все мексики ликвидировано как государство да мои дорогие друзья девочки мальчики роберт эдварда ли мы не отдадим канада с нами союзе хочет заключить ну давайте заключим пока нам какой-то невыгодно с ним воевать лучше иметь небольшого союзника на севере пока временно так даже не союзник наш сами шестерка если сфера вылетит то мы с ними конечно же будем воевать но пока и сферы исключать и смысла не вижу честно так честно честно германия просыпайся давайте с и японией тоже шляк свою власть в конце концов с россии хотя бы так люди плывут там плывут плывут скоро приплывут партия вида к сожалению победил печаль реакция потеряла власть но это плохо нам в принципе как-то нет это плохо на самом деле давайте еще раз выбора пока не победит реакции думаю что в принципе приплыли мои дорогие друзья по часам нам оставить где-то еще пять минут до часа поэтому думаю сейчас вот войну ругой объем побыстрее кого захватим с аргентину уже следующей части воевать будем ну что приплыли отлично а мы не можем открывать фабрики консерватор победили ждем конца месяца объявляем все очень просто так все сохранились объявить войну захват надеюсь не под кем да нет кому нужен до 1 то даю даже армии не посмотрите это может быть что то есть на и что то что то как-то не серьезно аргентинцы прогревает тоже аргентинцы только еще гуарани парагвай уругвай да ну что мантовидео нормально нормально нормальные дорогие друзья нормально да шовинизм даже сохранить счастье этого потому что это с одной стороны нам поможет и реакцию привести с другой стороны нам шовинизм повысит а шовинизм здесь очень важный вопрос чтобы добавлять цели для войн хотя в ближайшее время нам это не светит но все же все же швейцария может быть пойти дальше по кругу в следующей войне соединенным королевством раз они уже трещат по швам у них а вы астрали вернули обратно яву выделили вы еще охренели ява независимого государства а каким хреном то я во первый раз вижу чтоб ява была выделена как независимое государство восстание что ли успешно когда сами выделили охренеть нет я не против просто ты я знаю что здесь явы есть как государство этом острове но чтобы анод был независимым первый раз такое мои дорогие друзья интересно девки пляшу да ну да ну да так что тут у нас ничего там интересного навстречу как-то держится на плаву весело так что я хотел а да война у нас тут вау на врачей на прямом зажгой пасе да мои дорогие друзья у них даже крепостей нет ну блин это будет просто как прогулочка просто захватим парагвай другого супруга и врубаем чувствовать рукой а парагвай там ну блин что ж мы раньше сюда не вторглись но раньше другие войны были лишь постоянно с кем-то воюем ну что 5 точки здесь не сидим цифра жесткие сафра жесткий конечно в реакцию тем более на час выбора я даже сохранюсь надо вернуть классе реакцию это будет нам явно на руку как видите уже пошел 20 век 20 век игра заканчивается как вы помните поэтому нам надо как можно больше войн провести чтобы максимально широко представить нашу страну лоблевская премия по литературе одному из наших выдающихся писателей посвящена нобелевская премия по литературе за этот год а горит бичит стон а на кося выкоси у нас тут аж целая армия есть а чё это я про нее так забыл это еще со времен соединенным королевством представляете же есть ну дать красоту и не будем использовать все против аргентины нет но уже есть это была какая-то вы видели это реально 6 мои дорогие друзья девочки мальчики нет нового блин это какой-то капец так мы все столицу взяли тут будет просто как прогулка флот мы ваш потопим конечно же это уже просто так ну нам осталось одна минута до конца видео нет все таки мы довоюем но сами понимаете разница несколько этих не критично ямайка аргентина ямайка опять ноль а с аргентинской кстати скруглевые военные выпуток ну да скоро будем воевать с аргентином энергии друзья девочки и мальчики куба полноценный регион сказать сколько там наших что с 8 и слабо как перед процессом вот если рабство там отменить конечно рабы многие под нас ассимилируются но пока что тунец кужина нет я даже в конце концов у меня было желание такое говорю хотел отменить 1 января 1900 года уйти выступление в новую эпоху все дела в 20 век промышленные все дела да в конце концов я как уже говорил вам а южане воевали не за постоянное рабство это очень важно морелос я знаю где это показать не буду уже видели конечно сохранимся смотрю что то реакция потихоньку начинает одержать вверх в этом споре может сейчас реакцию в классе я надеюсь на это да с великим удовольствием порезать колумбийцу чтобы этнический процент поменялся хотя здесь то и наших нет это плохо ну ладно разберемся да плюс 25 престижа авангардизм открыли мы мои дорогие друзья это прекрасно я считаю довольно так а что мексика тут у нас с вами мексики с так понимаю все таки революция победит реактор да потому что что-то они столицы не берут клоу надеюсь столицы сейчас пойдут потому что там войска строится в столице да войну против аргентины мы оправдали ну и понятное дело сразу же парагвай нельзя кучу отношения парагвай коммунистический но рабство разрешено что за наркомания так смол прекрасно где-то базу построили лантик сити так мы штамм ладно помолчу за игнорим да когда нибудь мы вмешаемся ну все он почти победа почти конечно считается но все же мы близки к этому все уругвай практически захвачен можно сказать что он у нас появился свой маленький островок счастья в южной южной америки здесь я имею ввиду как раз у нас здесь вот этот островок есть давайте кстати улучшим что-то я смотрю сюда здесь кого только нету но ты надеяться туда не наехали к сожалению на кого лучшую сознательность давайте зрители акционеров обещаю зачем потому что агрессивные агрессивные люди переходят больше чаще приходит в реакцию здесь восстание то мы контролируем но за счет этого поднятия там почему нет протекциониста тут все у нас за протекционист кроме либерал анархистов нормально да но все мои дорогие друзья давайте вечно выбором так мы как бы намекаем народу что мы хотим класть и реакции ну что мои дорогие друзья правая захвачиваться правой рукой захватил так что он так что он мы получили уругвай что конкретно мы получили население сто четыре тысячи шестьсот пятьдесят а конкретно получили следующее так сразу базу крепость а что железки мы строить не можем а закончим флот у вас есть поэтому связываться лучше не надо у нас транспорт парагвай нам союз помогает ага что мы собираемся с ним сделать современный дизайн открыт вообще прекрасно трансвали вы что все разорвали союз с нами осень разрывала япония разорвала наркоманы упоротые германия давай госсоюз гоу дружить что япония отказался вышло самураи вы что-то попутали я не понял что это было ладно мои дорогие друзья а посмотреть хотел что там у нас производством 32 66 мы поконтролируем производство крупного рогатого скота мои дорогие друзья почти одну треть опосредованно можно сказать что из него производится консервы консервы используются для снабжения войск то есть по сути дела если мы можем смогли бы объявить здесь эмбарго в игре то мировой армии значительно послабли можно так сказать ну вот такие вот у меня итоги для вас мои дорогие друзья так один день отжать газеток нету сколько 8 428 это что он столько армии сейчас можно наклепать конечно клепайте ну я просто приказа поставлю на подавление разбираться мы будем уже в следующей части сейчас маршрут маршрут нарисуем принципе это не серьезно восстание просто их много по 3 это не серьезно так тут вроде нет возвращаемся обратно тут у нас именно восстание нет тут тоже нет тут есть но тут у нас люди справятся следующей части поставим тут я так полагаю тоже восстание нет ну нет тут людям 9 и 7 агрессивно сейчас что такие злые хоть а ну французские сепаратисты только лишь француз 98,1 процента учитывая какое здесь население потихоньку люди должны ассимилироваться ну ладно это их проблема это уже все будет след счастья мы с вами сохраняемся как положено и заканчиваем эту часть мои дорогие друзья подводим итог ну что мои дорогие друзья на связи бываем к от DSM мы с вами продолжали играть за гордый юг продолжали вести диксе к нашему верному процветанию и что конкретно мы добились в этой части какие-то друзья а как это мы добились в общем 1 мая друзья мы победили войне против перу что мышка то залипает победили в войне села палом мышку надо прочистить знаете там эти внизу слайдеры которые надеваются но вы поняли в общем думаю внизу такие забились надо прочистить заедать немножко соскользует я перу 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 первым мы забрали у перу регион паста за довольно неплохой регион рабов то завезли кстати уже до завезли 100 рабов неплохо да это первый ток мы забрали у перу регион паста за и перу просто туда изгнали получили красивый здесь такой жильенький региончик согласитесь дамы и дорогие друзья это первый ток второй ток мы забрали у мексики морелью и тем самым свяжались северную америку центральной и южной и теперь у нас кэша а видите к написано на северной америке шена центральной америке карибах и она южной америке довольно красивый показательный что мои дорогие друзья это второй ток третий ток мы сейчас ликвидировали уругвай и вернули туда рабство дамс третий ток но четвертый ток отдельно можно увидеть что мы поставили продание войны против аргентина аргентина здесь слабая затюхана да дочку у них военные не о чем просто захватим как за них их делать земли тоже здесь неплохие но и поставили оправдание войны против парагвая то есть пока мы закончим воевать с аргентиной и парагвай будет открыт завоевание сезон можем пойти на боливию начало бы реаль так называемый дан так называемый верхний прогой здесь в игре да аргентин тоже учитает национальной территории если он тут конечно но не суть мои дорогие друзья не суть вот такие вот у меня для вас сегодня итоги мои дорогие друзья но что на связи был мк об аске мы сегодня с вами неплохо поиграли мои дорогие друзья надеюсь что в следующей части мы с вами встретимся и достигнем новых высот в этой прекрасной замечательной игре да вот такие у меня для вас итоги на связи был мк об аске и всем спасибо за внимание всем пока